В Екатеринбурге новыми любопытными подробностями обросло жесткое ДТП со сносом столба, случившееся в прошлый четверг на Бебеля, возле перекрестия с Черепанова, где, напомню, черный Бентли пытался проскочить перекресток по чужой, но в это время из-за стоящих встречных болидов налево выворачивал черный Hyundai Solaris и британец атаковал его в водительскую дверь. Сам при этом отлетел на тротуар и срубил правым передним углом под самый корешок железобетонный столб с фонарями на макушке. В том замесе, кроме столба, здоровьем покалечились 22-летний пилот Бентли и 45-летний рулевой Solaris. Этот замес уже и сам по себе был бы хорош для новостей, но дополнительного масла на мельницу хайпа подлил тот факт, что за рулем Бентли, вроде бы как, сидел 22-летний азербайджанский блогер Эмиль, который имел 194 нарушения ПДД за плечами, за три года стажа, и львинная доля штрафов была не оплачена. С тех пор прошло несколько дней, и вскрылись новые подробности, касаемые 22-летнего Эмиля. Оказалось, он является сыном известного в узких кругах азербайджанского бизнесмена Шамиля Исаева, владеющего киосками и точкой общепита. Ну а там, где азербайджанцы и общепит, там и свой любимый конь. Мы, естественно, обратились за комментариями к эксперту по теме, главному народному контролеру в наших широтах Дмитрию Чукрееву. Он, естественно, увидел своего любимого коня, запрыгнул на него и поскакал. И вот что он поведал. Раньше у Исаева-старшего, Шамиля, имел соларек с шаурмой около метро «Динамо». Он стоял незаконно, и журналисты делали про него множество репортажей, но никто с этой шаурмячкой ничего поделать не мог. Дмитрий Чукреев предположил, что у Исаева-старшего неплохие отношения с полицейскими, некоторыми чиновниками и азербайджанской диаспорой, которая мощно покрывает своих земляков. Кроме того, у Шамиля Исаева имеется мини-рыночек на технической 23-4 и еще несколько киосков в железнодорожном районе. По версии Дмитрия Чукреева, в 2020 году Исаев-старший с кем-то договорился и поимел 70 квадратов русской земли на улице Белимбаевской, где он построил кабак у друзей. Минувшей весной полицейские выявили в этой точке общепита незаконную торговлю алкоголем. Естественно, написали бумагу в мэрию, и городские власти досрочно расторгли договор с Исаевым-старшим, потребовав снести ларек. Исаев пошел в суд, первую инстанцию проиграл, но в данный момент борется за харчевню в суде апелляционной инстанции. И пока тяжба идет, кабак продолжает функционировать. А Дмитрий Чукреев резюмирует так, цитирую. Пора уже с этой борзотой и наглостью заканчивать. Уверен, у полиции, прокуратуры и районной администрации достаточно ресурсов для этого. Конец цитаты. Известный факт, что сын за отца не в ответе. Но надо признать, что по уровню борзоты Исаев-младший, он же Эмиль Шамилевич, азербайджанский блогер и гонщик, от своего отца упал недалеко. 194 штрафа за НПДД и в основном неоплаченных, плюс дичайший прорыв по встречке со срезанием столба. Автор этих строк еще на прошлой неделе предполагал, почему на этой Бентли с номером 196 просто невозможно ездить медленно. Да потому что когда-то, недавно, ей владел авторитет Ришала Марсель. Марсель это такси, а такси это запредельные скорости. Ну, если вы понимаете, о каком кинофильме идет речь. Телеграмотный канал Екатеринбург Главное сообщает, Марсель Гасанов отмел эту Бентли у некого азербайджанского бизнесмена за долги. Ну, это вроде бы как, якобы. Ну, или как говорят на родине Бентли, highly likely.